Всем привет, с вами Александр Лебедев. В сегодняшнем видео я расскажу, как осуществить движение робота. Дам открытый код своих функций и расскажу, как осуществить движение по синусоиде и по окружности. Также в сегодняшнем видео я немного расскажу о своем последнем модуле, который является расширением для Raspberry. Будет интересно, не переключайтесь. Не изменяя традициями, я создал проект в Altium Designer и отправил его в гербер файлы в PCBWay. Так как я уже заказывал платы, я доверяю их сервису и полностью ими доволен. В описании под видео я оставлю ссылки на их сайт, где вы и сами сможете проверить их сервис, сделав первое бесплатное изготовление платы для своего проекта. Чтобы избавить вас от рутинной пайки элементов, которую вы увидели уже неоднократно, просто сделаем вот так. И теперь детально разберем, что где стоит. Тут располагается вход питания от аккумуляторов. Дальше напряжение попадает на DC-DC конвертер, который питает Raspberry. Он выдает 5 В и 2 А. Также в цепи стоит KRE142EN, она же кренка для питания электродвигателей. Это стабилизатор напряжения и он нужен, чтобы напряжение всегда было на уровне 12 В. Далее идёт гребёнка контактов, которые идут от Raspberry. I2C и прочие контакты для удобной коммутации. А вот тут должен был быть установлен ЦП. Но сейчас мне это не нужно и поэтому я его ставить не стал. Внутренности робота тоже потерпели некоторые изменения. Лить её на аккумулятор я поместил вниз и места сразу стало побольше. По USB-проводу Raspberry соединяется с Arduino Nano. От неё идут провода на драйвер питания, а от него на распределительную плату и дальше к двигателям. Подключим расширение к роботу и сразу подключим гироскоп. Включим питание, чтобы убедиться, что всё работает. Соберём робота и пойдём на кафедру в МАИ, чтобы заснять остальной материал. Итак, у нас есть кинематическая схема робота, корпус и три колеса. Сейчас нам, в принципе, больше ничего не надо знать. Есть неподвижная система координат x, y и у меня подвижная была направлена вот таким образом. x1, y1. Чтобы осуществить простые движения, вначале даже не нужно решать какие-то сложные уравнения. К примеру, движение вперёд. Я уже показывал на одном из видео, но теперь, наверное, стоит рассказать, как это всё делается. Когда мы двигаемся вперёд, под углом, скажем, 90 градусов, этот угол задаётся как пси. Получается, у нас третье колесо неподвижно, и оно не вращается. И у нас вращаются только первые два колеса. Но как это задать? Упрощённо роликовое колесо можно представить в виде обычного даже колеса. В первом приближении это даже приемлемо. Допустим, первое колесо у нас. У нас есть два вращения по часовой стрелке. Это называется CV. В английском обозначении оно очень в коптерах применяется. И CCV. Что значит против часовой стрелки. И как заставить робота двигаться? Получается, у нас первое колесо должно вращаться по часовой стрелке. А второе колесо должно вращаться против часовой стрелки. Потому что если мы посмотрим на второе колесо с того вида, то оно должно вращаться у нас против часовой стрелки. Изобразив электродвигатель, по нему можно, в принципе, понять, куда должен вращаться. Когда ток у нас протекает условно по одному контуру, у нас то вращение будет по часовой стрелке. Когда у нас будет протекать по другому контур, это у нас против часовой стрелки. Все эти регулирования осуществляются за счет драйвера управления электродвигателем. О нем я записывал в отдельном видео, ссылку я оставлю в описании. Итак, получается, чтобы управлять одним двигателем, нам нужно знать направление вращения и скорость, с которой он вращается. Скорость у нас определяется через шим. За управление одного колеса в ардуино будет отвечать три пина. Два пина будут регулировать вращение по часовой и против часовой стрелки, и один пин будет отвечать за сигнал шим. Когда вы уже соберете робота, вы уже будете понимать, на каких пинах и что у вас сидит. Итак, для движения В с максимальной скоростью у нас первое колесо должно вращаться по часовой стрелке, и ПВМ на нем должен быть максимально, то есть 255. Второе должно вращаться против часовой стрелки, и ПВМ тоже должен быть максимально. Когда мы запишем, робот у нас поедет прямо. Если мы хотим поменять, скажем, чтобы у нас поехал в противоположную сторону, нам достаточно просто поменять направление вращения. И тогда у нас просто поменяется. Но, скажем, если решать уже более сложную задачу движения вправо, влево или еще там под каким-то углом, то тут просто так не определишь сигнал шим. Да, понятно, можно определить скорость, можно определить направление вращения мотора. Скажем, третий, если мы движемся вправо, то третий у нас будет вращаться по часовой стрелке, второй против часовой, и первый тоже против часовой. Но вопрос какой скорости. Вот для этого и нужно решать задачи. В описании под видео я оставлю ссылку на статью Мартаненко-Формальского, на которую я ориентировался. Но у меня задача более сложная, потому что у меня смещенный центр масс. На первом этапе нам не нужно делать смещенный центр масс. Достаточно просто с обычной решить. Там все подробно описано, то, как получить напряжение. Да, для этого нужно уже знать программу института, но там все подробно описано. Переходите по ссылке в описании и читайте. Если статья покажется слишком сложной и непонятной, то пишите в комментариях под видео, и я попытаюсь разобрать для вас всю задачу. Но даже такую задачу можно решить и просто опытным путем подобрать. Например, у меня, когда я пробовал даже опытным путем, без каких-либо уравнений, получалось то, что шим третьего колеса у меня был 255, а эти были по 144 приблизительно. Приблизительно по 144. Но, скажем, если вы делаете более сложную функцию, например, по синусу, то вы вряд ли уже сможете подобрать напряжение, потому что функция синуса меняется в зависимости от времени, или если движение по окружности. Так что просто по подборам напряжения, но да, это просто посмотреть. Для более сложных функций, конечно, надо будет уже решить задачу. Но сейчас давайте покажу вам, как он движется по синусу и по окружности. Также я приведу уравнение для напряжения для каждого двигателя. Чтобы вы лучше понимали, как робот двигается, я специально записал одно видео, в котором рассказываю, как я пишу программу в Ардуино. Там подробно описано описание функций движения робота. Данную функцию вы можете скачать по ссылкам, которые ниже, либо на GitHub, либо через группу ВКонтакте. И обязательно посмотрите урок, он будет очень полезен. Но сейчас вы видите, как робот движется по синусу иди. В данной функции можно менять амплитуду и частоту. Также можно менять время движения робота. Изначально я задавал, что в корпусе одно небольшое вращение все равно присутствует. Но это уже конструкция и ошибка всегда есть. А сейчас я покажу, как робот двигается по окружности. В данной функции можно регулировать радиус круга, время в пути робота и сколько кругов робот должен проехать. Если вам интересно, как осуществить данную функцию, обязательно пишите в комментариях. Я выложу свой код в группе ВК. И обязательно вам об этом сообщу. Спасибо, что вы смотрели видео до конца. Надеюсь, вам оно зашло. Ставьте палец вверх, если вы хотите больше контента. И не забывайте подписываться на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok